Дорожники отлично знают, что при увеличении массы транспортного средства втрое, нагрузка на полотно возрастает в 16 раз. Комплекс контроля за весом и габаритами автомобилей работал на 55-м километре Можайского шоссе в тестовом режиме около 10 месяцев. За это время выяснилось, что примерно 30% грузовиков проходят здесь со значительным превышением максимально разрешенного веса. 12-тонный транспорт грузят до 40 тонн, а 40-тонный до 80, 100 и даже 120. Здесь уже опасность не только для дорожного полотна, но и для мостов. Это вот то, о чем говорит президент, взаимозаменяемость, импортозаменяемость. И я увидел, что сегодня промышленность наша готова. Если мы принимаем законодательство федеральное о том, что регионам надо передать контроль, взвешивание, это все передать, и они штрафы берут сразу напрямую, то, поверьте, на региональных дорогах будет наведен порядок. Познакомиться с результатами работы системы контроля вместе с представителями федеральных органов власти приехали власти районные и региональные. Глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов высоко оценил комплекс и пользу от его внедрения на дорогах района. Нам очень важно то, в каком состоянии находятся наши дороги. Тратятся очень большие денежные средства в правительственном области на то, чтобы эти дороги ежегодно содержать, ремонтировать. Только в Одинцовском районе по прошлому году мы потратили порядка 700 миллионов рублей на содержание дорог, на ямочный ремонт и на строительство. Но вот какая происходит парадоксальная вещь. Мы строим, ремонтируем и тратим деньги на содержание, но, тем не менее, дороги очень быстро приходят в негодность. Появляется вот эта калийность, появляются трещины, появляются ямы, выбоины и так далее, и так далее. Все это в основном происходит из-за того, что большегруз, большегрузный транспорт идет с превышением, с серьезным превышением веса. Многие перевозчики злоупотребляют вот этими нормативами и перегружают свое транспортное средство. И вот эта нагрузка на ось, которая еще и смещена, к тому же, там больше к хвосту автопоезда, она как раз и наносит этот непоправимый вред нашим дорогам. Они не эксплуатируются в рамках гарантийного срока. Работа над законодательной базой сегодня продолжается. Пока штрафовать нерадивых перевозчиков предстоит сотрудникам ГИБДД. Сначала превышение веса устанавливает автоматическая часть системы. Затем перегруженное транспортное средство тормозится на расположенном чуть дальше по трассе мобильном пункте контроля. Если превышение допустимого веса подтверждается, налагается штраф. Вводить такие пункты контроля планируют поэтапно, в том числе и на основе частного государственного партнерства. Это пилотный проект. Мы оценили сегодня потребность. Потребность составляет 50 стационарных постов и 24 мобильных комплекса для того, чтобы перекрыть основные трассы. Всего на территорию Московской области входит 12 федеральных дорог и 17 региональных. То есть 29 основных дорог, по которым требуется обеспечение наличия пунктов веса габаритного контроля. В регионе к вопросу сохранения и увеличения срока службы автомобильных дорог относятся со всей серьезностью. Еще одно тому подтверждение – круглый стол, посвященный именно этой проблеме, который должен пройти в Московской области в середине июня. Его работу возглавит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, Петр Горохов, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.